Я спекулирую на половые конференции, что у вас с укромопатогенными и не вызывает у вас особое переживание и прочее. Не должно лечиться с такой силой, такими жуткими антибиотиками и так далее, чтобы это нарушало ваш организм и прочее. Так вот, надо проводить исследования в нормальных клиниках, в институтах, которые занимаются этой проблемой. Хотите по паразитологии пройтись? Идите в институт паразитологии, а не во всякие доморощенные. Ну вот появившиеся как-нибудь центры, где у вас эти вот там поэлементов, там еще что-то и так далее. И так далее. Потому что они что есть, кто-то и находят. Задача такая поставка, да? Как-как, решили, я говорил, напиши пять срок, я найду, за что тебя повесить. Я, как говорил, паразитов в организме много. Одни кто, и кто микробов у нас, как говорится, наносится. Но если вы чувствуете себя хорошо, все у вас нормально, и так далее, не заморачивайтесь ради бога. Нужно начнете всякую газу, это будет совсем плохо. С другой стороны, по очистке и прочее, я тоже поговорю в зимний период времени. То есть, профилактический прием той же пиржем и трубки, еще каких-то вещей, в принципе, правомерия. Ну, чуть на самом деле, надо быть там хозяином, вам предположим, домашних животных. Есть профилактический прием некоторых таблеток, но так же успокоение души раз в год попринимали, где-то там и так далее, чтобы у вас там, можно называть кошачьи дружки, еще какая-нибудь, надребедение и прочее. Просто знаете, об этом в аптеках и в соответствующих лечебных учреждениях, санк-драпорат, используемых для профилактики при содержании домашних животных. Но, как правило, все это сильно при увеличении. Ваше отношение к наркотическим, не вызывающим привыканиям веществам, для достижения измененных сильных состояний сознания. К примеру, шалфей. Шалфей тоже наркотическое вещество. Банан наркотическое вещество. Не существует таких, которые не вызывают привыканиям. Просто наркоманы для того, чтобы хотя бы немножко оправдать себя непосредственно, даже про анашу говорят, что она привыкания не вызывает. Дело в том, что помимо мощного физического привыкания, есть такая штука еще как психологическое привыкание. И оно ничуть не меньше физического, когда оно уже вошло в обмен веществ, и без него просто организм не может и заставляет тебя принимать всякую гадость. Ребята, лучшее, что вы можете сделать, это понять, что если вы хорошенько проголодаетесь, и с отопления внимания сожрете сухой кусок хлеба, запиваете его свежей водой, наркотики вам уже не нужны. Если вы поймете, как хорошо просто выспаться, просто обнять родного человека, просто вдохнуть свежий воздух, вы поймете, что самое сильное находит вокруг вас. А состояние дополнительное – это игра сознания, поиск сладенького, который заканчивается разочарованием и тоской почему-то более мощным. Не заменяйте жизнь всякой хреновиной. Не ищите в алкоголе еще где-то утешение. Жизнь прекрасна без пищевых вот этих вот нездоровых добавок. Ну, как правильно, родители не слушают, да? И помиление твоя неделя все равно попробуем, да? Ну-ну, бывает такое. Видите, как пришлось перед началом укуса? Вот здесь я даю. Итак, применение удушающих укусов в рамках контакта. Ну, зайчик пришел, поработал, еще не поднимайся. И сейчас помоемся в кузове, приятел. Тоже попробовал, да? Зачистил? Попробовал? Например, проход такой. Что-то идет тык-тык-тык-тык-тык. Пошли, видите, вот это называется ходом змеи. Движение тела просто. И поможем с захватом за щеку. Прилипание, помните, как у нас было? Прилипание, я уже вцепился в щеку. Когда я вцепился в щеку, я не пытаюсь ее откусить и оторвать, или еще что-то. Мне это нужно для того, чтобы я его бросил, вывел из равновесия, я не буду отпускать укус. Но в любом случае я дотянусь до глаза, горлышко, или еще что-то, и так далее. Ручки воскую. Потому что он уже ведет со мной и принимает ту позу, которая мне нужна. С другой стороны, это может быть освобождение от захвата какого-то, когда слишком чувствую, что меня схватили, или еще что-то. Или мы боремся за какую-то цель, с ножом, или еще что-то. Я... Он отвлекся на секунду, я его запорол. Все цело? Пока. Ничего страшного. Вот. Наносил товарищ удары и прочее чувства. чтобы долго не вынесли. Видите, за глазик засыпил, да? Видите, ручки пережал. И теперь на носик, какой бы ни был, он сопливый, а? И вот такие движения перетер. И проглотил, чтобы не пришили. И как в том анекдоте, возможно, это будет единственная пища за все время вашего преследования. Очень мощная техника. Такой шок человек испытывает. Девки часто откусывают, просто на эмоциональности, да? Вот. Одной девочке собака чуть не откусила моя. Потому что та ей грезла, так, уйти, 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 уйти. А та нервничала. Там 140 человек, развернуться негде, погулять негде. Жарко, душно, там и прочее. И писать хочется, или еще что-то. Ой! Не хрен зубы, нос совать. Другая форма, например. Все, что вот это вот шокирует. Там в экстазии Тайсон вкусил ухо, да? Правильно? Ну бывает, почему нет? Приблизительно то же самое можно делать с бровками, с этим, по той же технологии. Выход с перекусыванием достаточно глубоким. Разгрызли кожу, углубляйтесь в мышцу дальше, до сонной артерии. Здесь уже надо потрудиться, чтобы зайти глубоко. Тоже таким же образом прилипли. Так же точно поворот и прочее. Главное, чтобы вы вышли и придержали вовремя там и прочее, прочее, прочее. За крупные, как говорится, суставы, предплечья смысла нет. Можно отломать челюсть без проблем человека. Просто поворачивая, как у собаки, при захвате вот этих вещей. Несколько раз давал материал «Бой против собак». Он есть на пленках. Это как раз они снимали. Это почему? А это в этом... Все время, где я не прихожу, здесь просто собаку. Где это было? В темноте, что ли? На прошлых сборах были положены? На прошлых было, да. На прошлых был, ну, нет, я имею в виду, вот был большой такой семинар, почти целые часа три только про собаку говорили. Ну, что и... На Петровке, Розумовке, и тогда там не снимали. Не снимали. Не было зала? Вроде много было сказано, но так и не сняли. Так, поднимите руку, кто хочет узнать про собачьих на 23 сентября. Отлично, очень хорошо. По укусу, значит, вечером, когда будет темно, я могу сказать. Все светло, лучше. Мы же не увидим. Так вы увидите на свету основные приемы, которые я делал. Основные там сопроводительные вещи. Я расскажу. Тем более, что подготовительные штуки можно будет поработать и сегодня на вторую встречу. Вот именно низкая стойка, вот поворот к собаке, там вот эти вот приемы подхватывания и прочее. Физически мы поработаем, а вот теорию поведения и прочее мы не черпаем. Разобьем. Дальше. Выходы на удушение пальцами. Опять у нас что-то идет, там такое, да? Раз, два, смотрите, момент. У меня. Я нанес удар и тут же ладошка у меня в этом положении. Отсюда я запускаю пальчик над пальчиком сбоку непосредственно напряженной шейки. И вот эту вот штуку поворачиваю, и вторая ручка, и вот так вот все это дело раздавливаю внутри. Ясненько, как работают пальчики. Такие. Федя Плюгер. Да? Мой. Это очень хорошо. Это я радуюсь. Значит, кроме того, различные ущемления, там мышцы или еще что-то. Например, там, подходишь к человеку, раз за сосок, он руку сюда подвел, ты ему пальчик сломал, да? Чпок, чпок, и сразу пальчик он взял. Вот примерно такая же штука. Раз, раз, там, понимал я, если он шейку выставил, да? О-о-о-о, а тут уже через этот большой пальчик пришел. Прямо через укус. А здесь встречные пальчики. Но сначала продавили, а потом уже взяли. Кстати, вместо того, чтобы бить упавшего человека, да, вы выдавливаете ему горлышко весом тела, а потом встречное движение пальчиком. То есть сначала прошли насквозь пальчиком, потом вернулись обратно и снова сжали это все, перемяли на щек. Ясненько. Давайте немножко на укусы и попробовали вот горлышко, как оно есть, а потом вот как-то организую показ еще дополнительно, когда вы друг на друге сразу попробуете несколько пальцев захватом дополнительно. А пока выход вот через этот, нам нужно почувствовать сами ситуации. Область лица. Работает. Расскакали по полю и заграждали бой с северными. Ну да, да, это было. Сейчас на машинку здесь более-менее ровно. Потому что сейчас мы будем работать против утра, но... Значит, я вам просто попрошу эту технику, мягко говоря, мы по частям ее разберем, и вы будете в парах пробовать работ. Почему на сидящем человеке? Дело в том, что на Литве не все из нас хорошо работают на камерной высоте, и понятно, что будет очень плохо, так как вы будете ниже расположены, так как он обречает товарищу доступ от всех мероприятий. То есть, в порядке выделите мне, пожалуйста, одного для показа. Там лапочка, которая возьми ножками сучит. Где-то она для особой наберки. Кто выделит для показа? Ну да, вот, чтоб ножками меня побило, а я посидел. Андрюш, пиди, работай. Ну, в общем-то, да. В первую очередь у вас должна быть форма крыла, так называемая. Форма крыла работает таким образом, что у вас подсогнут локоть и рука. Это и при ударах хорошо работает, и работает точно так же при защитах. И вот начинаются, например, самые простейшие удары какие-то. Мы начинаем как бы обрабатывать их одновременно двумя руками, вместе с тем учитываем возможность удара рукой и прочее. То есть руки у вас все время, а это уже ключевое к облачному движению. Вот почему мы сразу изучали облачное движение. Чтобы мы, например, раз ушли, раз ушли, раз прикрылись, ушли и так далее. При этом, безусловно, можно научиться встречать жестко, выдерживая всю силу удара и так далее. Но на самом деле хитрость дау заключается в том, что нагрузка на предплечье идет одна десятая от всей силы удара. В карате почти 100%, да плюс еще ваша скорость. То есть очень часто кости в карате просто не выдерживают. Отсюда очень актуально чрезмерное их укрепление. Вот точно так же, как в движении мы изучали облако с ударом, когда тренировали удар. На этой основе работают и защиты. Я чуть позже покажу, как это делается с руками, а сейчас с ножками. Смотрите внимательно за углами встречи. Например, товарищ бьет сбоку. На воздействие на кости никакого. Что ты чувствуешь? Во-первых, перенаправился удар. А во-вторых, он пришел к своему концу. Да, тут здесь уже слух. Видите? Посмотрите, снова чуть сильнее работает, товарищи. Здесь напряжение мышцы. Она приняла что-то и так далее. Но, во-первых, сила удара частично была компенсирована первым движением. Видите, он почти остановился, да? Видите, эта часть? А я делаю еще и второе движение, когда подбиваю его вот сюда. Здесь перелом ноги. Вот он. Мы сделаем так. Я сначала сделаю некоторую ретроспективу, чтобы вы поняли основную идею. И потом мы по частям, начиная прямо с этого, я буду просто повторять, повторять, чтобы вы изучили уже технику. Потому что так показал, показал дядька, полюбовался собой. Это у нас общая болезнь. От меня вот этот заразился. Теперь я вылечился, он еще болен. Забодал всех. Красование, подходит. Ну, мы ничего не выучили. Показывает, 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 показывает. Ну, что делать? Все равно показывал. А это значит, на пленке сохранено, значит, вы учите. Правильно? Да? Все. Вот только кто снимал тебя. Надо было, чтобы снимать. Итак. Опять работа идет. Та же, да, смотрите. Оп, это движение, да. Все. А в этот момент рука пошла. Оп. Соответственно, видите? Они идут немножко вскользь. Смотрите, как идет защитка. Оп. Да? Здесь что еще надо? Обязательно вот сюда. Причем не рвать там, не бить. В общем, добраться и перемять. А два пальчика зажимают одно яичко. Три пальчика раздавливают еще одно яичко. Я очень люблю про прапорчика рассказывать, который на танцах четырех человек. Разложили на машине. Он так раз. Два упали. Два упали. С остальными разбежались. Очень хороший метод такой. Причем просто не знают, от чего падают хлопцы. И это как-то так бывает. Вот. Дальше. Идет вот круговые вот эти защиты вот наружу. Любые. Снаружи, не наружу и так далее. Вот смотрите, как там идет. Раз. Слишком сильное воздействие идет. Опять же. Смотрите. Ап. И вы повернули ручку. Перенаправили. Легчайшие контакты. Но головку прячете. Оп. То есть и остановили, и перенаправили. Жульничество, да? А с ручкой еще мягче. Смотрите, идет движение. Оп. Бум. 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 Горлышко. Все. Проблем никаких. Смотрите, как это работает снова. Оп. Оп. Состоит из под углом выставленной ручки. Первая, которая принимает. Давление на нее начинает, начинает, начинает возрастать. Вы поднимаете локоточком и поворачиваете ручку сюда. Вот все и ушло. И представляете, как трудный, гнусный, бум, предплечьем по роже. Шлеп, кости, хрусь. Надо эстетично работать. Опять идет движение такое же, да? Смотрите. Ап. Чуть выше. Просто сопроводили. Потому что у вас другое положение рук было, да? Когда я не в бок поворачивался, а прямо. Чуть перевернули сюда. На, например, сюда захватили. Что-то сделали с ручкой, с ножкой. И так далее, и так далее, и так далее. Типа уши роги, да? То есть, на назад. Да-да, вот такие вот вещи. Здесь хитро заключается в том, что очень часто делают ошибку, пытаясь защищаться здесь. А необходимо защищаться от основного этого удар. Он же отсюда идет. И сила отсюда идет. Это же и при боковых получается то же самое. И поэтому защищается не от ноги, а от пяточки. И очень легко. Обратите внимание, какое срезающее движение легкое. Более того, йопс, хлоп, клоп, там, разобрал по частям, отправил к нами. Да? Вот посмотрите, как получается. Смотрите, я разлагаю его усилия, не только встречаю, но избиваю его с равновесием. Едва уловимое движение. Вот оно пальчиком идет. Да? Вот оно, предложение. Шлеп, все. Да? А чтобы страшно не было челюстью, если вы не успеете под саму пяточку, всегда страхеритесь или страхуетесь. Одно другого не лучше слова в русском языке. Вот таким вторым обязательно ручкой. Потому что, когда он вкладывается ножкой, как правило, ручкой он не может. Ручка все равно через какой-то промежуток пойдет. Например, он работает, но и тут же ручкой ня, шлет поломали, горло что убили, весь сломали и отпустили дальше. Такая же вещь идет, как этот. Вы еще можете и на него основу поработать. То есть сломать ножку в основании и так далее. Но это уже не защита, а контратаки. То есть в любой момент воздействуя на область Сангинзяо, извините, вот на этом уровне, вы любую атаку ногами просто превращаете в ужасный риск для атакующего. Поэтому эти мощные махи ногами, они чреваты для самого атакующего. В тех видах спорта, мягко говоря, в которых они применяются, нет этих приемов вообще, они запрещены. И поэтому машут ногами, потому что ловят эстетику от вот таких высоких форм. Высокий удар ногой очень опасен для самого атакующего, если он им, ну как молния, не умеет пользоваться. То есть зачастую, если вот взять, знаете, вот есть такое понятие цена-качество, да? Есть такое же понятие в воинском искусстве время и усилие, да? Можно гораздо быстрее научиться мощному рукопашному бою, не прилагая столько усилий и времени, сколько тратят спортивники, нарабатывая как лошади вот эти пируэты, все прыжки, кувырки и прочее, которые по-настоящему исключительно сложно применять, да? Попробуй там упасть на битое стекло или бутылки какие-то, или кирпичи, или еще что-то с прыжка. Все это достаточно сложно. Поэтому вот эти энергоемкие вещи, они могут быть полезны в определенных ситуациях, но если в традиции прыжок в первую очередь использовался против всадника на лошади и никак иначе, то прыгать на человека с ногами, ну, это, в общем-то, определенный риск и так далее, если товарищ подготовленный. Тем не менее, мы продолжаем дальше работать. Какие-то другие. И вот это движение, видите, я забираю. Одна сопровольная, это другая. То есть я как бы, видите, остановочка вот эта жестенькая в центре. Помните, где мы брали руки, где мы чувствовали центр удара, да? Вот это, как правило, середина корня и предплечья. И я кистевым способом начинаю ее отводить. А помогает мне там вторая рука, которая вот таким образом просто забирает. И поэтому вот эти вот движения для вас теперь начинают приобретать какое-то значение, правильно, да? Уже вы видите, как ими пользоваться можно легко и эффективно. Начинается движение, смотрите, оп, видите, я уже срежу и перенаправил. А если у меня будет еще вторая ножка, я вдвойне защищен. И, соответственно, опять же, все точки подо мной, включая руку. У вас компьютер должен научиться работать очень быстро, помимо всех прочего. Но первоначально человек с косностью мышления, он постепенно входит в эту штуковину. Для него как открытие является, ну, уже мой, он так пару дней, там, а может месяцев будет разбираться с этим положением руки. Но как только он разберется с двумя-тремя штучками, все пойдет как валом, да? То есть вот есть некая качественная. Дурак, 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 потом раз в один день прекрасно просыпаешься умный. Понимаете? Вот это все касается, кстати, энергетики Дантьяня и много чего другого. Вот вечерком помимо собак поработаем с открытием-закрытием Дантьяни. Вот базовые основные элементы, как раз исключительно важные. Чувствую эту тему, надо проработать немножко поглубже. Так вот, смотрите дальше. Идет прямо там какая-то другая удар, прямо в нос. Смотрите, оп, видите какая штучка? Этой штучкой я поднимаю этот удар, а этой отвожу. То есть я все время обрабатываю ножкой и тут же готов встретить ручки, там, голову, зубы, что угодно, да? Вот под таким углом, смотрите, я встречаю именно потому, что вот так я пропущу мою руку со мной. А вот таким образом само усилие направлено к тому, что на меня давит. При этом голова приблизилась, я повернул голову, пусть бьется жесткую часть, если вдруг будет атаковать. Видите, сколько мелких движений? Если чувствую его неудобства, тогда я просто провожаю его туда, куда ему надо падать, или провожаю туда, где он наткнется на что-нибудь и так далее, и так далее, и так далее. Все время, вот это доли секунды и целая компьютерная такая графика идет. Великолепно выполняются подставки. Например, ласково медленно, чтобы не сломать ножку, ты делаешь что-то типа ёпки. Вот смотрите, оп, что сейчас произошло, описывай. Четко в лодыжку, там где связочки. То есть я ногу уже не поставлю, да. И никогда больше ходить не выйдет, если бил бы в полную силу. Элегантный прием, что прием позиции. Видите, откуда это вырастает, да? Правильно? Более мягкая форма. Идет, товарищи, оп, видите? Здесь это надо подготовить отдельно, что вас побили, потому что удары-то мощные будут. Девочкам там лет через пять, может быть, она станет как следует на самом деле, да, чтобы она вот прикрывала мощно. Поэтому девочкам больше такие проходящие вещи, чтобы не весь удар был. А как это может выглядеть? Смотрите, оп, двумя ручками. С этой стороны ладошки, с этой. Я встречаю, но я направляю еще, видите, вот как кисточкой сюда. Поэтому получается, вот, женская форма. Ня, я сюда рушил мимо. Рукой он бьет там на отмашь и так далее. Тоже женское движение. А при движении? Нет, просто сначала при движении, а сам рукой, да? Смотрите, оп, женская форма. Женская форма. Женская форма, у меня две ручки. Женская форма самая надежная. Зачастую, да? Это там мужик может поверить, он и раз... Ня! Эна! А тут, как говорится, не проходит. Ты держишь? Вот, поэтому без каких-то вот особых, так скажем, рэмбовских вещах, вы должны разобраться, понять, как ваши ручки работают. Это именно как навык у вас должен быть воспитан. Итак, возвращаемся к самому первому. Идет движение. Что у нас было с самого первого? Очень сложная вещь. Ну, смотрите, сначала-то я встречал ручку, смотрите. Первая фаза, первый контакт, второй контакт, поворот с наворотом, захват. Перевел, пересвел. Но дело в том, что когда вы потянете в стойке, там еще дополнительное движение, потому что он будет же вращаться, пытаться ногой ударить и так далее. Это сидя вы этот момент делаете, пока. Потом я покажу, хотя это уже отснято там в некоторых наших вещах, но развитие этого тоже есть. Пока саму базу возьмите за щит. Не заморачивайтесь над самих переломами. Не увлекайтесь. Там свои тонкости. Ясненько, да, смотрите? Первое, второе. Видите, он не заметен этот контакт первого. Понимаете, однако он есть. На. Ясненько? А здесь уже перенаправленное обменение концентрации. Он уже не в ту сторону бьет, а сюда и совершенно с этим усилием. Вперед, граждане. Работаем. Напомню, в пресной воде, да? В другой там случае, там, монах хотели там затравить, вот и так далее. Он был в Иргее и прочее. Ему там, какашку даду, кракует, он помолится. Там чистая вода, вино, там еще что-то и так далее. Там граждане пришли, посмотрели, что там у него. Ну, там, что-то недоеденное или недопитое. Вот. Следовательно, хорошая поддержка изнутри, да? Прониклись уважением к монаху, насилии. А то и водили кого-нибудь. Не замечал, да? То есть, это же все человеческое, да? Так, боже мой, Иисус, что-то вознесся. Вознесся до такой степени, что сбежал в Индию, где и по хронам известны всем могиле, куда отправиваются. В долине Кашмира, туристические поездки, да? Контрольного гвоздя у него почему-то не было. Значит, сняли еще же медик, значит, оказали ему помощь и несли куда нужно. То, что, значит, и нет. Связи с ним не получали. Вот, уважал дела от этого человека и сделал так. То, что формально вроде бы все было выполнено, да? А на самом деле нет. Правильно надо читать Писание, в том числе. Лень и отсутствие решимости. Да, это препятствие к обучению. Но именно лень, жадность, отсутствие решимости и прочее, так же, которые у человека идти в правильном направлении. Но 300 раз подумает, стоит туда идти, не стоит. Это, в конце концов, выберет, что ему будет быть правильно. Соответственно, это не только вред, но и помощь. Когда лень и жадность двигателей прогресса, я всегда шутко объяснял товарищам, сначала хочется больше, а потом лень добывать до прежнего способа. Так от палки к палке пришли к экскаватору и так далее, далее. Дальше. Ожидать следующего месяца и каждый раз откладывать на нас. Вот это вот самое важное место, когда говорится препятствие-препятствие. Ну, вот так нам свойственно. Но, тем не менее, ожидая месяца следующего, чтобы начать что-то, а потом начиная работать над собой, понимая, что только через год я могу освоить, это правильный подход к включению техники. Таким образом, нет ничего однозначного, если вы слишком много выбрали. И из каждой ямы можно выбраться к свету, чтобы выбраться и к лучшему, если оно полезно в достаточном количестве, вот, работая над собой, над своим сознанием, над своим телом, и так далее, и так далее. Продолжение следует...